В раздевалке ледового дворца Алматинский фигуристки готовятся выйти на лёд, чтобы как следует разомнуться перед началом старта республиканской спартакиады. Регина Глазман и Айгуль Кожамкулова – подруги по команде, а на льду – принципиальные соперницы. Для 15-летней Регины в этом сезоне – это вторые соревнования. Полгода девушка не тренировалась и не выступала из-за травмы спины. Поэтому к новым состязаниям пришлось готовиться ускоренно, говорит она. На будущее я бы хотела сейчас выступить, конечно, дальше на спартакиаде и дальше я бы хотела вылечиться до конца, потому что всё равно проблемы со спиной беспокоят ещё. И, конечно же, это в 2017 году у нас будет универсиада в Алмате, так что я иду на универсиаду. Прошлогодняя чемпионка Казахстана в одиночном катании Айгуль Кожамкулова недавно прилетела из Америки. Там девушка тренируется под наставлением специалистов мирового уровня. В новом сезоне девушка решительно настроена на очередную победу. Я надеюсь, сегодня я соберусь, сделаю свой максимум. Вообще в Чемкенте я второй раз и мне очень нравится организация. Всегда много народу, очень много зрителей поддерживают. Очень приятно. Немного передохнув после часовой тренировки, участницы вновь вышли на лёд и показали своё высокое мастерство. На подготовку номеров и костюмов у некоторых ушли месяцы. Катать произвольную программу, по словам спортсменок, было достаточно сложно, ведь здесь не может быть ничего лишнего. А вот с музыкой они экспериментировали и зажгли публику яркими номерами. Начиная от классики до саундтреков из голливудских блокбастеров. Не могу отселить, ясно пока что, потому что девочек много, все катаются хорошо. Вообще я заметила, что за последние несколько лет было на катание в Казахстане. Пойдем в Казахстане. Будем смотреть. Это командные соревнования, я же самое главное принес мальчики в команде. И надеюсь, порадовала публику. За три соревновательных дня на третьей республиканской спартакеаде по фигурному катанию лучшие спортсмены из восьми областей Казахстана показали на льду катание высшего класса. После этого судьи подвели итоги и наградили призеров, а также чемпионов состязаний. Я, конечно, хотела поблагодарить всех наших тренеров, потому что все равно для наших тренеров пока условия еще не такие, какие хотелось бы. Но наши тренера такие фанаты, энтузиазмы, что в это время все равно воспитываем хороших фигуристов, которые достойны выступать уже на этапах гран-при, на чемпионатах мира. Среди победительниц в личном первенстве отличилась алматинская фигуристка Дана Турсумбаева, которая отстаивала честь Южного Казахстана. Среди девушек первого взрослого разряда Дана удостоилась звания чемпионки. Я получила тут невероятно много впечатлений после соревнований. Тут очень хорошая организация была, было шикарное открытие, мне очень понравилось. Первый день у нас было короткое, затем показательное открытие, а потом через день произвольно, и вот сейчас показательное. По общекомандным результатам на третьем месте расположились фигуристы из Астаны. Второе место досталось сборной Карагандинской области, а главный трофей Кубок чемпионов завоевали алматинцы.